Новый многоквартирный дом общей площадью более 3000 квадратных метров расположился прямо в центр сельского поселения. По проекту здесь предусмотрены три подъезда и 55 современных квартир. Как говорят подрядчики, строительство объекта началось в октябре прошлого года. После завершения монолитной части сейчас полным ходом рабочие занимаются кладкой кирпича. Трудности какие? Трудностей таких нету. То, что там повысилась цена, туда-сюда немножко есть. На материалы, как везде, повысилась цена. И существенно, на некоторый материал, конечно, существенно повысилась. А так, по финансам пока нет затруднений. Квартиры разной площади. Одна, двух, трех и несколько четырех комнатных. Внутри помещения после отделочных работ планируют установить сантехнику и печки. А во дворе, помимо зоны отдыха, также появится парковка для авто. С нетерпением ждет окончание строительства и счастливого новоселья жительницы Чапаевского Елены Тишелеева. Многодетная семья много лет ютится в этом небольшом бараке, который трудно назвать пригодным для жилья. Тишелеевым должны предоставить квартиру в новом строящемся доме. И тогда можно будет забыть о всех житейских неудобствах. У нас настроение сейчас очень хорошее, потому что нам строят вот этот дом. Но жили без удобства, конечно. Смотря с этим, это уже, наверное, даже особняк, так можно посмотреть. Говорили, я ни к чему не верила, пока не увидела, как построили. Это стало возможно благодаря республиканской адресной программе переселения граждан заварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. Первым этапом реализации этой программы предусмотрено переселение граждан в трех муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии. По словам главы администрации села Чапаевского Марата Баташева, сводом в эксплуатацию нового многоквартирного дома в этом муниципальном образовании полностью будет решена проблема с аварийным жильем. Как, впрочем, и в Краснокурганском сельском поселении. Там уже завершена работа по расселению граждан из аварийного фонда. И 360 жителей переселились в благоустроенное жилье, приобретенное на вторичном рынке, говорят, в региональном отделении Народного фронта. Именно на это общероссийское общественное движение обозложен контроль за реализацией указа президента в части переселения граждан из аварийного жилого фонда. Народный фронт держит это с первого дня, с закладки фундамента, и уже это третья наша проверка. Мы держим это на контроле. Наша рабочая группа, качество повседневной жизни, действительно нас радуют те темпы. И то, что на строительстве этих объектов наших, и в селе Чапаевском, и в городе Дзюгуте, используются фактически материалы производства республики, работают жители нашей республики. Средства, которые, значит, это средства федерального бюджета, федерального и часть местного бюджета, бюджета нашей республики. А это уже Уждюгута. Здесь одновременно идет строительство двух многоквартирных домов. По улице Ленина на 18 квартир и 27 новых квартир появятся в доме по улице Балахонова. Строящиеся объекты ежедневно инспектируют представители администрации Уждюгуты. Как отмечают строители, работы ведутся с опережением сроков. И скоро нуждающиеся получат свое жилье, как говорится, под ключ, с ремонтом, сантехникой и подведенными коммуникациями. Строительные монтажные работы уже завершены. Осталась кровля и внутренняя отделка. Электропроводку все провели. Водоснабжение тоже провели. 7 октября стройка началась. Планируем закончить к концу июня. Но к населению успеем. Надо отметить, что при переселении граждан заварийного жилищного фонда в два многоквартирных дома Уждюгуты решить эту большую проблему в данном населенном пункте удастся только на 60%. Но время еще есть, так как программа рассчитана до 2017 года. Контроль за соблюдением качества строительных работ со стороны Народного фронта будет вестись и дальше. Светлана Акбаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Светлана Акбаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.